Друзья, всем привет! Вот вторая часть по видео про пиво. Оно уже отстоялось, дрожжи перестали бродить, маленько осталось пены. Сегодня будет разлив. Снимаю с руки, чтобы штатив сейчас не ставить. Покажу на одной бутылке, чтобы видео не затягивать. Сделаю короткое видео, сейчас разольем и потом карбонизируем и попробуем. Поехали! Для карбонизации насыпал в полторашку 2 столовые ложки сахара. Так это выглядит. По правилу надо использовать праймер, но мы варили из хлеба и сладкого сусла у нас для праймера нет. Поэтому будем карбонизировать с сахаром. Что такое карбонизация? Карбонизация это газация. Сейчас мы нальем сюда в полторашку наше пиво. Дрожжи, которые остались там, съедят вот этот сахар, выпустят углекислоту и у нас загазируется наше пиво. Все просто, все логично. Не химозный способ, не с этого баллона, а все по-настоящему. Сейчас налью и покажу. Налил, плотно закупорил и размешал сахар. Сахар растворился. Появилась небольшая пенка. Через 3-4 дня можно будет пить. Сейчас доразливаю все остальные. Там такая рожа с глазами лежит. Все остальные доразливаю. И оставлю на карбонизацию. 3-4 дня надуется. И мы с вами это дело попробуем. Все в этом видео сделаем. Цвет, конечно, такой. Светлая. Можно было сделать, конечно, и потемнее. Но, повторюсь, не люблю сильно горькое. И так там нормально так хмеля. Все, отправляем карбонизироваться и пробуем. Ну что, вот и настал Деникс. Карбонизация окончилась. Бутылочка так хорошенько надулась. Газы там появились. Давайте вскроем и попробуем. Цвет такой светлый, нефильтрованный. Аккуратно. Чтобы она у нас не полилась. Пахнет таким легким пивком. И пенка даже есть. Сейчас попробуем. Такая красота. Хмелья переборщили. Горчит. Ну а так. Карбонизация прошла успешно. Газов. Огонь. Вообще. И пена нормально. Вот такое вот домашнее хлебное пивко. Обязательно ставьте лайки. Подписки. Смотрим. Обязательно смотрите первую часть видео. Там внизу. На канале есть. И до новых встреч. С вами был Руслан. Пока-пока.